МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вітаю! З вами телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про розвиток Дніпра в рамках ухваленого бюджету. В нашій студії доктор економічних наук, професор Володимир Момот. Рада вас вітати. Взаємно. Нещодавно у Дніпри прийняли бюджет 2020 року у сумі 13 мільярдів гривень. Це майже на 2 мільярди менше, ніж цьогоріч. І скажіть, які перспективи для розвитку Дніпра в рамках прийнятого бюджету? Ну, дійсно, що сказати, уміншення бюджету, секвестр, як це називають фінансисти, це завжди негативна вещь, це завжди уменьшає, ограничує наші можливості розвиття. Вне всякого сомнений, тут я розділяю і опасення, і той гнев, який висказували все люди, відносящіся к цьому процесу. Я немножко хочу прокомментировать пропорції, які сохранились, і немножко поговорити о причинах, чому це произошло. Тому що, ну, дійсно, як мені кажуть, причина наших проблем є те, що держава Україна в цьому ще до кінця не зрозумілося, як підходити до системи налогооблаження в цьому. Ілі держава сверху рішає, що хорошо, що плохо, на що ми будемо тратити приоритет на гроші, але вже свої, як це принято говорити, хотівки, фінансують в полному об'ємі. Ілі жа вся власть, що називається, передається на міста, на місце самоуправлення. Тобто не має коммунікація якіснує. Ні, ну, десь, якщо хочете, десь не стільки в коммунікаціях, нет якого-то цельного підходу. Смотрите, що получилось. Вот, скажімо, образування і здравоохранення – самі проблемні і чувствітельні міста в бюджеті. Скажімо, на образування в будущому году, разумеється, виделено около 4 мільйонів. Із них бюджетних субвенцій, т.е. то, що господарство дійсно гарантирує, всього лише 1 мільйон 300. І на фоні цього, то увеличення зарплат учителям, допустим, – дело хороше, которое, собственно говоря, розрекламувало, задекларувало і добивається цього государства. Так вот, для увеличення зарплаты нужно около 3 мільйонів. Т.е. государство в состоянии профинансувати чуть більше третей. Возьмемо здравоохранення, там точно третя, т.е. 600 мільйонів виходить затрат на здравоохранення, там 25 больниц, поликлиники, 3 стоматологічних клиники. Із них государство підтверджає своїм фінансуванням, із цих 600, тільки 200 мільйонів. Вот і получается, що це налицо непоследователість. Еші раз, якщо государство говорить нам, що хорошо, що плохо, – нет вопросов, але пусть государство фінансирує це. В достатньому. В достатньому, в полному об'ємі, в тому, яке соответствують ще раз тем цифрам, які спущены сверху. Ну, а в целом, бюджет, мне кажется, що в пропорції, как у мене, не вызывают каких-то сразу отрицательних емоцій. Есть больші затраты не тільки на здравоохранення, скажімо, на розвитие фізкультуры, що дуже важливо для будущого, не нынешнього, а будущого здоров'я регіона. Є затраты на соціальні сфери, всякого роду виплати. Є затраты на жилищно-коммунальний сектор, около 450 мільйонів. Інтересно, що і на своє собственне содержання наші городські власні хочуть потратити примерно стільки ж, там 445 мільйонів. Ну, може біць, це може звати у когось нарекання, що власть себе не забуває. Але, ще раз, як мені кажуть, проблема в цій непоследователісті. Як бороться з цим? Як мені кажуть, все-таки, даже в тех условіях, коли бюджет сокращається, потрібна дальновидна позиція, потрібна стратегія на уровні регіона. Тоді навіть менше може використовуватися з більшою пользою. Зрозуміло. Ну, депутати хотіли збільшити, зверталися до уряду, але, я так розумію, не вдалося це зробити. Так, насправді, все було ще задано десь в сентябрі, в октябрі, коли верстався бюджет країни, і коли стало ясно, що цей підход приведе к параметрам таким, по регіону, який ми не маємо. Так, я знаю, що ви викладаєте у польському вищі, і також вивчали децентралізацію на прикладі Польщі, на прикладі міста Катовіця. Так. Які у вас, наприклад, ідеї, що вважаєте потрібно в нас здійснити, по прикладу Польщі? Ну, дійсно, я вже там працюю в течіні 11 років. Тобто, вперві я попав в Польщу в конеці 2008 років, вже, виходить, 11 років. І, дійсно, так вийшло, що на моїх глядах прошло просто потрясающе розвитие і становлення одного із ведущих регіонів Польщі, а именно Силізії. Да, Силізія іспокон веку, якщо дивитися на польську історію, відвичалася своєю вольнодумством і стремленням к самостійності. І да, дійсно, у них дуже багато децентралізовано. Я наблюдаю, як із фактично такого заштатного, архаїчного шахтєрського регіона, з настоячими ранами на землі, тому що там було багато, в тому числі, полуоткрытых шахт, а це дійсно рано на землі. Це агломерат превращається в весьма современне образовання, дуже динамично растуще і розвивающеся. Але я не даром ще й упомяну про стратегію, тому що, як мені кажуть, дуже багатое відбувалося, з-за того, що на самому старте, т.е. це я наблюдаюся, скажімо, кінця восьмого року, наверняка ці мисли закладувалися в розвиті регіона ще давно. Довгострокова стратегія. Довгострокова стратегія, тому що буквально тоді було заявлено, видимо, глядя на те, що окружає, кому-то прийшла в голову така мисля, яка була красиво сформулирована метафорически. Катавиць – город садов. Ще раз, шахтные отвалы, уголь просто на неприбранных территориях. І хтось все-таки взял на себе смелость высказати свою стратегію. І ви знаєте, що саме інтересне? Ця стратегія почти полностью була реалізована. Скажем, на території города Катавиць знаходиться один із найбільших в Європі зоопарків. Многі шахтні отвалы зараз превращені що-то в ландшафтний парк, що удобно для велосипедистів, моциклистів, що-то просто в обычну садово-паркову зону в нашому пониманні. Тобто, фактично, на уровні містного самоуправління їм не то, що даже прийшла в голову. Вони не хотіли миритися з тим состоянием, яке є. Вони хотіли прыгнути, що више себе, реально више себе. І, дійсно, їм це вдалося. Що ще важливо і інтересно? Дійсно, Польща в цьому сміслі країна дуже показальна для нас, тому що там прерогатива принадлежить містному самоуправлінню. Руководитель ГМИН, це аналог нашого адміністративного району, він несет, ну, во-первых, персональну ответственность, але він може приймати хозяйственні рішення. Понимаєте, не просто там якісь нормативи, а именно хозяйственні рішення. І, естественно, відповідає за їх воплощення. Цікаво. Тоді що можна взяти, так би, мабуть, за приклад в очі і тут... Що касається стратегії, вот, вернувшись на нашу грешну землю, ви знаєте, у нас теж на уровні міста, міської агломірації, робот по стратегії, по созданню стратегії, її уточненню, корректировки, а вони велись достатньо давно, ну, от, мені довелось участвувати в розробці. В 2010 році, так, ви робили розробку, приймали участь? Так виходило, що я був з руководителем групи ученых, які займалися цією розробкою. Да, звісно, це справа, прежде всего, було затеяно под очередну виборну кампанію, ну, под предыдущого. Руководство міста, ну, навіть не в цьому справі. Діло в тому, що, дійсно, цьому направлению уделяється внимание, дійсно, було сформулировано видення. Тоді це видення формулировалось, як Днепропетровськ, ну, тоді город називався. Именно так – це город бізнеса. Тоді бізнес був поставлен на перше місце. Я скажу, що, опять же, отрешайся от каких-то политичних моментів, тоді це було доволі смеліе заявлення. Напомню, да, автором був прежний мэр Куличенко, все це. Але, смачте, тоді город, мислили все-таки як промисленний город, правильно? Промисленний центр. Ми заявляємо себе як бізнес-центр. Все, потрібно наводити порядок в городській інфраструктурі, в транспорте, потрібно наводити порядок в екології. Коли ми були промисленним городом, в екології ніхто всерьез не задумався, правильно? Нужно наводити порядок, нужно по-другому смотреть на те услуги в финансовой сфере, в юридической, которые представляются здесь в регіонах. В целом, мы вот когда смотрели, мы выяснили, что городскую агломерацию, то есть город, как бізнес-центр, характеризує несколько сотен показателей, ну, більше 200, если быть точным. Мы отобрали там около 20, чуть меньше 20-18 показателей, по которым можно действительно было измерить, движемся мы к той мечте или нет. И вот это очень важно. Я не говорю, не пытаясь как-то то достижение превозносить. Это очень важно в принципе. Если мы договариваемся о целях развития, то мы к этим целям еще и должны иметь четкие критерии, по которым можно мерить. Когда наши коллеги, друзья из Польши сказали, что Катавицы – город садов, вот они и измеряли свое движение гектарами, рекуперированных землей. Кожаный гектар каждый год. Он и уценивал еще с Роблыма. Абсолютно точно. И всегда можно показать, вот эти заброшенные земли мы превратили там в парк. Кстати, еще был, но это уже совсем современные, последние остававшиеся такая рана на земле от валы шахт в городе Глиевца, превратили в сферу для высокотехнологичных компаний, где, скажем, разработчики программного обеспечения построили свои офисы. Они получили землю из-за бесценок. И превратили это действительно в высокотехнологичную игрушку. Это вот буквально произошло полтора, ну, может быть, два года назад. Это действительно нужно взять до уваги, то они свои минусы перетворили на плюсы. Совершенно верно. И еще, что очень важно, и я скажу, что да, стратегия города, она изменялась. Допустим, если в предвыборную кампанию нынешний мэр говорил об экономическом возрождении, ну, это ведь общего характера рассуждения. И да, конечно, учитывая то, что как раз в тот момент, когда он боролся за это кресло, действительно, Украина прошла жесточайший кризис, да и, кстати, до сих пор из него не вышло, к великому сожалению. Это было нужно. Сегодня, и мне это тоже весьма импонирует, говорят о современном развитии агломерации в плане, ну, скажу научную фразу, совместного проживания людей. О чем это говорит? Это говорит прежде всего об инфраструктурах. И да, я действительно, ну, как, может быть, не очень специалист в транспорте, но все-таки как здравомыслящий человек, поддерживаю мысль, что именно общественный, причем высокоэффективный транспорт является решением. Опять же, глядя на ту же Европу, поляки, все-таки у них относительно большие площади, все свободно. Скажем, возьмем такие зажатые маленькие города, как Амстердам. Там, в принципе, есть только два вида транспорта. Днем там ходят трамваи, ночью, ну, начиная там где-то с 10-11 вечера, автобусы, плюс такси. Маршруток там нет вообще, там просто нельзя себе представить. Это настолько доброе, организованное. Да, но действительно, по трамваям можно проверять часы. И да, конечно, расписание в интернете, и все это можно наблюдать в режиме реального времени. У нас началось движение в этом направлении, это хорошо. Еще раз, если мы поставили ценность, сделать комфортным совместное проживание людей, ну, мне кажется, это даже лучше, чем подавать себя и пропагандировать себя как бизнес-центр. Если мы сделаем для людей комфортно, я думаю, что и бизнесу здесь будет хорошо и нормально. Но единственное, что, конечно, необходимо четкая, прозрачная совершенно система мониторинга. Я даже не о том уродливых явлениях, которые всегда возникают с, как говорится, распиливанием этих денег, хотя это тоже, естественно, одна из наших самых болезненных проблем. Но я просто говорю о том, что люди должны понимать, куда направляет нас власть, насколько это соответствует нашим ожиданиям, и насколько то, что происходит вообще-то, приводит нас туда, куда нас обещают привезти. Это очень и очень важно. Вы сказали же так, что разработали стратегию в 2010 году, стратегию развития Днепра. Да. Какие проекты из этой стратегии уже действовали, а какие важливые проекты, гадаете, что они еще не действованы? Ну, вы знаете, вот тогда, как раз, когда было выяснено и сказано о том, что Днепропетровск – это город бизнеса, мы и просканировали все те программы, которые существовали в тот момент, и в области, естественно, с приоритетом на экологию, с приоритетом на упорядочение транспорта. Вот тогда впервые у нас заговорили, ну, это не совсем моя, вернее, совсем не моя заслуга, действительно, транспортники, о так называемой концепции полчаса, которая должна гарантировать. Во многих европейских городах эта концепция выполняется. Гарантировать жителю возможность добраться из центра в удаленные районы за полчаса. Для этого нужно привести в порядок, что и вообще маршруты движения транспорта, прежде всего, общественного, к которому она относится, и, естественно, дороги. В этом направлении тогда начинались работы. Что касается экологии, экологических стандартов, если я не ошибаюсь, вот именно тогда началась работа по созданию в разных регионах вот этих вот пунктов очищенной воды и так далее. Но, к сожалению, вот тут, к сожалению, опять же, ничего о политике. Я здесь говорю как профессионал, который участвовал в развитии стратегии. К сожалению, во многом это была предвыборная, если хотите, инициатива, и многое делалось просто для рекламы, для продвижения. И некоторые вещи, так, к сожалению, остались на бумаге. Понятно. Взагалі, якщо Дніпро – это бизнес-центр, так, то в ньому важливый аэропорт. И мы с радостью можем уже сказать, что на реконструкцию выделили на 1 млрд грн, так, если я не помиляюсь. Вы говорили о 200 млн, да, а потом все-таки доросло до… Как взагалі змінится Дніпро, коли будет функционироваться аэропорт? Ну, и здесь я говорю все-таки не как специалист. Я не являюсь специалистом по транспорту воздушному и так далее. Я здесь говорю просто как гражданин, как житель города. Ну, мы все с очень большим энтузиазмом восприняли эту новость. И вот смотрите, о чем я еще хочу сказать в плане, тут уж точно в плане поляков. В далеком 2006-м, если мне не изменяет память, году, они нашли у себя очень хороший, качественно построенный аэродром, военный аэродром, советский. Назывался он и называется «Прыжовицы». Буквально холопу. Бутная вылычка. Да, сам аэродром, взлетная полоса хорошая. А строений никаких не было. Построили, ну, буквально одноэтажное здание. Объявили его международным аэропортом. Привлекли туда, прежде всего, Визейр из Лукостов, потом Райан, ну, то есть классика. Да, конечно, большие авиакомпании, классические авиакомпании, так и продолжают летать из Варшавы, допустим. А вот здесь база для нескольких, ну, прежде всего, для Визейра, Райанейра и Евровинкс. Это Лукост, Люсханзовский. И, вы знаете, очень многие сегодня рассматривают бизнесмены катавицы как важный центр для открытия либо филиала, либо даже перенесения офиса. Именно потому, что туда очень удобно прилететь. Самое то, что есть доступность. Абсолютная доступность и Лукосты, ну, действительно, в состоянии предложить сверхудобную стоимость и все. С другой стороны, я вспоминаю те времена, когда я только начинал там работать, когда я говорил, что, ребят, ну, мне добираться к вам в сутки. Они просто не могли понять, как такое вообще возможно. И сегодня, вы знаете, из этого небольшого, такого барачного, извините, типа здания это современный многоэтажный аэропорт со всеми современными вот этими вот инструментами, удобствами и так далее. И, вы знаете, вот здесь я хочу затронуть такую тему в контексте аэропорта, быть может, как бюджеты и вообще участие, вовлеченность граждан. Вот смотрите, у нас уже четыре года, на самом деле, идет программа участия. Так, так, как раз наступное питание моё. Да, да, да. Вот оно просто так. Там, где дозволяю каждому мешканцу принимать участь, так, и в распределении бюджета, и в полепшении своего места. Абсолютно точно. И мне кажется, что это действительно серьезное завоевание. Единственная проблема, ну, воспримите нашу программу как тоже рекламу, как привлечение интереса к этой инициативе, потому что действительно каждый, ну, конечно, тот, кто подтвердит свою личность, там, через банковский сервис и так далее. Ну, тот, кто взводен под... Да, и кто является жителем, проверяется же, является ли он жителем этого района, и имеет ли он право, ну, высказываться в этом направлении. Каждый может высказать свою поддержку тем проектам, которые идут на улучшение жизни, комфортности лично тебя. Ну, вот, если посмотреть, какие там проекты в этом году. Это и создание там тренажеров открытых для жителей, повышение безопасности, то есть камеры, лучшее освещение на улицах, совершенствование материальной базы школ, кто-то просит радио собственное, кто-то художественная школа там тоже просит какого-то народного творчества. Это действительно очень здорово, что жители сами имеют возможность решать, что им выгодно. И вот, помните, мы начинали с того, что государство должно быть последовательно. Это как раз тот механизм, когда именно на уровне региона люди сами и могут решать, куда и как тратить деньги. Мне кажется, эту систему просто и вы, журналисты, мы как преподаватели, мы, кстати, так и делаем, мы действительно обращали внимание наших студентов. Я сам это делал, стоя перед залом, показывал им. Нет, я не агитировал за какой-то конкретный проект. Я просто показывал им этот сайт и говорил, что ребята, ну вот, да. Да, вы как активные наши граждане, как сегодняшние молодые люди должны, даже не будут, должны принять участие и решить, кого же поддержать финансово. Это, конечно, очень и очень здорово. Я думаю, что если бы проект аэропорта, ну, конечно же, сегодня бюджеты участия, они куда более скромные, но если бы проект аэропорта там был выставлен, я думаю, он бы получил максимальную поддержку из возможного. Так, может быть, так и было бы. Взагалимая будня за активизмом, за людьми. А взагалимая в Польше, как, чьи там проекты на кшталт церкви бюджета участия? Вне всякого сомнения есть. И я хочу сказать, что в Польше не только люди решают это, конечно, но у них, я недаром сказал, упомянул, что у них даже руководитель района имеет очень большие права по принятию хозяйственных решений, точно так же руководители местные самоуправления имеют широчайшие полномочия и возможности по привлечению инвестиций. Ну вот, например, тоже на моих глазах они реализовывали один из важнейших инфраструктурных для них проектов. Там у них вот эти вот города шахтерские, они строились, ну, как наш Донецк. Естественно, Донецк – это наша территория. И я хочу сказать, что много-много-много сросшихся городов, которые соединены трамвайным движением. Так вот, один из ключевых для них маршрутов, который всегда вызывал проблемы, нарекания, потому что, да, он был продублирован там и дорогой, но дорога все время из-за нагрузки приходила в негодность. И действительно трамвай более эффективен. Так вот, понятно, что был объявлен конкурс на поставщиков. Но что интересно, инвесторами в этом проекте был город, ну, вот эта конгломерация, на самом деле, несколько городов заинтересованных. Было государство, Евросоюз и частный бизнес. То есть… Бизнес. Да, да. Что получалось? Смотрите, государство говорит частному бизнесу примерно следующее. Смотри, бизнесмен, я, государство, заинтересованно. Я даю свои гарантии, что это точно будет построено и возврат на инвестиции будет. Да, конечно, это не суперприбыльное дело. Понятно, что общественный транспорт там. Но ты получаешь гарантированно возврат своих ресурсов и ту прибыль, которая есть. Я, говорит государство или регион, там уже в зависимости от того, как устроено, готово идти на преференции, давать тебе налоговые преференции, отсрочки, даже освобождение на те суммы, которые вкладываются. Если государство, муниципалитет сложил такую, они называют это сэндвичем, ну, бутерброд, да, из частного и государственного участия, то в эти проекты очень активно вкладывается Евросоюз как отдельное лицо. То есть они получают деньги из общих европейских фондов. Естественно, твердую валюту гарантированно. И в результате это все зримо, гласно, с большой рекламой, с большой помпой реализуется. Объявляется там, допустим, конкурс на лучшие. Там уже давненько, лет 5-6, в трамвайном вагоне установлены GPS-трекеры, и ты можешь наблюдать, не надо высватривать из окон, где ты находишься. А если ты не знаешь города, да, ты смотришь на карту, которая движется, Google Maps, и сразу понимаешь, нет необходимости с боем проталкиваться. Естественно, трамваи учитывают инклюзию, то есть колясочников, ну, все возможные потребности, как они говорят, это люди с повышенными потребностями. И вот этот проект создавался в течение больше, чем полтора года, где-то годы восемь месяцев, потому что, ну да, это был совершенно такой вот инновационный проект. По новым технологиям закладывались рельсы. Все было зримо, все было на глазах у людей. И те люди, которые были вовлечены в выбор, поняли, что... Что они поняли? Они поняли, что городским властям можно доверять, и городские власти, да, действительно заинтересованы в развитии региона, те деньги, которые собираются, вот они. И якисное партнерство. Да, 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 совершенно верно. Что дуже важливо. Совершенно верно. И эта модель, ну, вы знаете, я им завидовал, и сейчас завидую действительно реально белой завистью, что у них такое возможно. У нас еще нема, я так понимаю, приклада работы. К сожалению, нет, по многим причинам. И по причинам законодательного свойства, может быть, по причинам ментальности. Тут уже мы вторгаемся в какие-то философские рассуждения. Ну, просто да, действительно, я вот и сейчас, когда вам рассказываю, вот переживаю ту... Они были горды, вот то, что я слышал от них. Они были горды, что регион, который, ну, действительно, еще 5-6 лет назад был за дворками, начал превращаться в такую развитую технологическую, ну, по всякому, зону область. Это действительно интересный пример, который вы нам сегодня рассказали. Спасибо вам большое. А нагадаю, что в нашей студии был доктор экономических наук, профессор Володимир Момут. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин